Ольга Александровна, пожалуйста. 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 Ольга Александровна. Либерализм. Ольга Александровна, пожалуйста. Ольга Александровна. Ольга Александровна, пожалуйста. Ольга Александровна. 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 человек соответствует духу времени. Создается мир симулякров, мир мыльных пузырей. Серьезнейшая наука, когнитивистика встает на службу политтехнологиям. Полным ходом формируются новые культурные коды неумеренного потребления, культура расчеловечивания и трансгуманизма. И так продолжается до середины двухтысячных годов, когда происходит перелом в сознании того, что эта новая доктрина не разделяется Россией и, что очень важно, не разделяется большинством человечества. Начинают появляться новые союзы и блоки из стран, не разделяющих новые западные ценности с главенством культа девиантности и бездравственности. Россия вместе с Бразилией, Китаем, Индией, Южной Африкой формирует союз БРИКС экономический, политический и, что самое важное, культурный. Ибо объединяющиеся страны должны прежде всего разделять общую мировоззренческую позицию, что такое хорошо и что такое плохо, что такое доброта, что такое нравственность. И если западный мир, объединенная Европа, Британия, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур насчитывает сегодня порядка 780 миллионов человек, то страны БРИКС это далеко за 3 миллиарда. А это уже очень серьезно. А по результатам последнего саммита БРИКС Китай пригласил ряд стран присоединиться к БРИКС+. Пригласили Казахстан, Нигерию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Аргентину, Иран, наконец Индонезию, которая только одна вмещает в себя более 270 миллионов человек. И таким образом новый формирующийся блок будет вмещать в себя более чем половину всего земного человечества. И этот союз формируется не столько по экономическим причинам, сколько по идеологическим и нравственным, которые эти страны разделяют. Наши старые добрые традиционные ценности, которым страны БРИКС не изменили на протяжении всего 20 века. Таким образом, сегодня на наших глазах произошла ценностная революция, в основе которой лежит новая стратегическая культура. Парадигма которой заключается в том, что все вместе могут существовать только те страны и сообщества, которые могут понять друг друга, продолжить мысль друг друга. Ведь понимание возникает только тогда, когда есть общие ценности и идеалы. Традиционная культура никогда не была основана на коммерциализации. Задача культуры в традиционном понимании – создать те стереотипы и традиции, которые сохранятся в веках, в отличие от ценностей либерального искусства, который характеризуется термином «сейчастность». Я сейчас посмотрел 200 голых мужчин и женщин на сцене. Это крутой эпатажный спектакль. Но, однако, чтобы эпатировать завтра, понадобятся тысячи обнаженных. А чем мы удивлять будем завтра, почтенную публику? Либеральное искусство ставит своей задачей новые формы эпатирования, а не новые смыслы. Традиционный же миропорядок выступает не за формы, структуры и эпатаж, а за ценности и смыслы. А ценности и смыслы – это всегда идеология. С большой горечью я вынуждена констатировать, что многие наши деятели культуры, образования и науки уже 30 лет как находятся под идеологическим воздействием Западного института социального инжиниринга, но не осознают этого. Соответственно, они не понимают истинной нравственной ценности своей деятельности. И в этом наша самая главная проблема сегодня, ибо они, как настоящие средства массовой информации, транслируют смыслы, проводят идеологию и являются режиссерами социальных перемен в обществе. Сегодня любой художник или педагог, неважно в какой сфере он трудится, не имеет права быть аполитичным, не имеет права не разбираться в происходящем. Иначе он будет лить воду на мельнице транснациональных корпораций, того самого коллективного Запада, того самого нового дивного мира – Хакслишваба. Но мы сегодня переживаем с вами очень важный этап. Соединенные Штаты Америки, которые были построены по принципу демократии как режима и либерализма как идеологии, где главенствовал моральный плюрализм, разрушаются. Все порождения эпохи либерализма, такие как ЛГБТ, БДСМ, фри-чайлд, трансгендеры, ювенальная юстиция, эко, компетентное родительство, феминизм, наркомания, алкоголизм, сексизм, химическая фармакология и удобрения, еда, выращенная на антибиотиках, лживые пандемии и экспериментальные прививки, наконец, провоцирование военных конфликтов, все эти технологии для сокращения численности населения, вот все это сегодня для нас, для России, должно быть уже неактуально. У нас своя перезагрузка идет полным ходом. Посмотрите, как сейчас снизу меняется наше общество. И наш Конгресс тому ярчайший пример, какое количество активных родительских консервативных сообществ и институтов уже образовалось. А что же с нашей идеологией? Давайте поразмышляем. Многим людям, жившим в СССР, очень близка идеология социализма, потому что изначально понятия свободы нормативно регулировались. Она не превращалась во вседозволенность. И происходило это, начиная с детского сада. Со стихотворения Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» Нет, и не могло быть понятия морального плюрализма. Отсюда, по совершенно иным идеологическим параметрам, развивалось искусство. И возникала культура, которая возвышала человека, стремилась преображать его, а не потрясать. Отсюда рос демографии, державные мощи государства, мировой лидер. А воинам есть что защищать не по присяге, а по уму и сердцу. И не до последнего патрона, а до последней капли крови. Также важно отметить, что кинематограф Советского Союза, как институт социального инжиниринга, также кардинально отличался от западного. И прежде всего, разностью государственных идеологий. Советское искусство строилось на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, на задачах народосбережения и понимания того, что, цитата, «искусство – это не зеркало, отражающее нашу реальность, а молот ее формирующий», как сказал Бертольд Брехт. После просмотра советского фильма 1947 года «Сельская учительница» с Верой Морецкой в главной роли резко возрос конкурс в педагогические вузы. Фильм «Девять дней одного года» Михаила Ильича Рома с Алексеем Баталовым в главной роли вдохновил подростков заниматься наукой, в том числе ядерной физикой. А изумительный советский фильм 1955 года с Элиной Быстрицкой и Сергеем Бондарчуком «Неоконченная повесть» подвигнул молодежь к штурмовать медицинские и инженерные вузы. Советский кинематограф ставил своей задачей преображение общества, и БССР – это суверенное государство с четко обозначенной государственной политикой, направленной на процветание своих граждан. И здесь можно вспомнить еще одну цитату Сталина. «Если ты хочешь сделать передовой свою страну в смысле поднятия ее государственности, подымай грамотность населения, подымай культуру своей страны, а остальное приложится». Категорически согласна с этой аксиомой. Мы уже давно подметили, что обрушившиеся на нас сегодня санкции сыграли больше нам в плюс, чем в минус. И вот совсем недавно я принимала участие в совещании по поводу импортозамещения кинопродукции в наших кинотеатрах. И с ужасом я узнала, что более 60% транслируемых в кинотеатрах фильмах – западные. А они по определению чужды нашему менталитету и вредят формированию национального самосознания, как один из инструментов социального инженеринга, и заслуживают нашего пристального внимания. Ну вот, к примеру, зачем нам жанр хоррор? Я предлагаю, в принципе, отказаться от него и заместить социально значимыми фильмами, так называемым семейным кино, воспевающим общечеловеческие ценности. Зачем нам триллеры? Заместить их нужно детско-юношескими фильмами, помогающим подрастающим поколению найти свое место в современном мире, ориентирующих на создание семьи, стремлении к получению качественных знаний, нравственному служению обществу, воспевающих высокие нравственные идеалы, а не удовлетворение половых инстинктов, причем зачастую в извращенной форме. В 60-е годы одной из задач западных социальных институтов была задача понизить порог допустимой эмоциональной психологической чувствительности к трансляциям ужасов, убийств и извращений. Так наша задача, наконец, прекратить кошмарить общество. Если мы не хотим получить такой же уровень социальной агрессии, вспомним многочисленные школьные расстрелы в Америке. Жанр фэнтези, которым просто отравлено подрастающее поколение сегодня. Жанр, погружающий своих зрителей в загадочный мир, где-то никто без помощи магических сил. Совершенный оккультизм в красочной обертке. Этот жанр нужно заместить научной фантастикой, побуждающей молодых людей развивать свое воображение в области научных достижений. Вспомним, как много дали нашим научным и культурным деятелям произведения «Братьев Стругацких» или творчества Ивана Антоновича Ефремова. Начав специальную военную операцию, наш президент автоматически выразил отказ от дивного нового мира Клауса Шваба. А значит, наша главная цель сегодня – обретение государственного суверенитета. В первую очередь нам нужно как можно скорее обрести цифровой суверенитет. Выйти из Всемирной Организации Здравоохранения. Никогда больше не выступать ни на какой Олимпиаде под белым флагом. Вымести из нашей страны все ювенальные институты. Прекрати деятельность всех ювенальных технологий и фондов. Изъять из показов по телевидению и продукцию на исторические темы, искажающие правду. Вернуть во все учебные учреждения идейно-воспитательную составляющую. А также ввести в общей форме основу политологии. Пересмотреть зарплаты и премии педагогам, воспитателям, учителям, врачам, научным и культурным деятелям. Вернуть этим профессиям престиж и статус на конец. И сегодня нам мало выйти с баллонской системы. Мы видим, что происходит. Наша задача сегодня состоит главным образом в отказе от дистанционного обучения и использовании цифровых платформ в учебном процессе. И докладчики передо мной сегодня уже достаточно ярко про это сказали. На законодательном уровне исключить употребление в публичной устной и письменной речи, появившейся в последние десятилетия англицизмы и профессиональные определения, заменив их на существующие забытые русские слова. Мы в России живем. Мы не на Западе. Наконец, вернуть в общественное поле обсуждение указа президента об основе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей с целью поддержать и ускорить его разработку совбезом. Сегодня после меня, вот сейчас, будет выступать на эту тему уважаемой Елины Юрьевны Жгутова. А также я предлагаю отказаться от участия в премии «Оскар». Мои коллеги, безусловно, меня в этом не поддержат. Отказаться от участия в премии «Оскар» с его новыми правилами толерантности, о которых даже не хочется лишний раз говорить. Или мы хотим перепрыгнуть в пошлости и безнравственности Запад? Мы что, действительно хотим получить первый приз за самый деструктивный аудиовизуальный продукт? Я уверена, что в отличие от большинства киношников, народ проголосует против. Консервативная идеология с каждым днем становится все более легитимной сегодня. То есть все более поддержанной именно нашим гражданским сообществом. Но, несмотря на это, в своем большинстве наш народ все равно не поспевает за нашим президентом. Владимир Владимирович Путин год назад, 2 июля 2021 года, подписал новую стратегию национальной безопасности. Год прошел. Разве этот так называемый «рамочный документ» получил широкое применение у наших чиновников? Разве он изучается сегодня в школах и вузах? Разве его прочитали все педагоги, которые проводят зачастую с нашими детьми больше времени, чем родители? Мы не успеваем за нашим президентом. Нужно повышать свой КПД. Новой идеологией России в содружестве стран БРИКС плюс, объединенных традиционными духовно-нравственными ценностями, становится социальный консерватизм. И нас, традиционных консерваторов-семейников, сегодня более половины всего земного шара. Я позволю зачитать себе небольшую цитату из новой стратегии национальной безопасности. Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории, духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которое позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности. Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и являются фундаментом для дальнейшего развития страны. Народ является носителем суверенитета Российской Федерации и его главным достоянием. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся прежде всего жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Вот наш сегодняшний ориентир. Новая стратегия национальной безопасности задает вектор развития нашего государства. Это наш дух времени, закрывающий окна Авертона и открывающий дверь к нашим родным истокам русской цивилизации. Вы знаете, я публично признаюсь, что я нарушил сегодня свою работу, не выполнил, регламент явно нарушен, и вы понимаете, почему вы согласны со мной, да? Вот. Ольга Александровна, спасибо вам.